Итак, друзья мои, всем привет! С вами канал Custom RC. Зима у нас пришла, выпало очень много снега. Люблю зиму, люблю снег, и поэтому у нас стало время сделать новый проект. Как помните, в прошлом сезоне у нас были аэросани. Сначала первая версия, потом вторая. Даже мы на них плавали, когда стало тепло. Но аэросани свое отжили, скажем так. И в этом сезоне я решил сделать нечто новое. И это нечто новое будет судно на воздушной подушке. Для тех, кто не в курсе, это примерно вот такая вот штука. Как вы видите, это достаточно универсальное средство передвижения по ровным поверхностям. То есть это снег, вода, какой-то лед. Поэтому, в принципе, давно хотел попробовать, вот решил все-таки собрать. Итак, по комплектующим буду собирать из стандартных комплектующих, что у меня есть. За ходовой двигатель у нас будет отвечать импеллер, который я сниму с аэросаней. Вы его помните. Это зверюга, мощный. Будет он питаться 6С аккумулятором, 6-ти баночным. Вот это для него будет. Регулятор, кстати говоря, в прошлый раз, когда я на них плавал, сгорел, заказал новый. Скоро должен приехать. Дальше. Для нагнетания подушки у меня будут использоваться два мотора. Обычных от коптера на 750 кВт с двумя 10-дюймовыми винтами. Размеры. Я тут накидал такой небольшой чертежик. Если кому-то нужно, скриншот чертежика будет в описании. Ссылочка на него. В общем, по длине будет 70 см, по ширине 35 см. Ну, а там по высоте уже как получится. В общем, какие габариты, точно пока еще не решено. То есть, все это делается, в принципе, из головы. Немножко изучил эту информацию. Примерно, как все должно быть. Надеюсь, все получится. В общем, сейчас начнем изготовление с основной палубы. Основную палубу я буду делать из 4-мм фанеры. Да, тяжелая. Да, громоздка. Но все-таки у меня 6С аккумулятор будет на борту. Плюс еще 3С аккумулятор, который будет питать нагнетательные двигатели. То есть, вес получается очень большой. Поэтому мне нужна прочность. Поэтому всякие пеноплексы, потолочки и так далее. Все это отметается. То есть, штука получится достаточно тяжелая. Я надеюсь, хватит двух моторов для нагнетания подушки. И чтобы поднять их. Вот. Поэтому, надеюсь, все получится. Может быть, конечно, не с первого раза, а со второго так точно. Как вы заметили, у меня всегда так. Вот. В общем, что. Поехали пилить. Начнем с основной палубы и с внутренней палубы. Походу уже буду вам рассказывать более подробно, что для чего и по какому принципу работает. Поехали. Так, не знаю, видно вам или нет. Чертеж у меня вот здесь вот находится. Лист фанеры очень большой. Сейчас вот отпилю кусочек и выпилю детальки, которые мне нужны. Так, забыл очки. Не забывайте про технику безопасности. Обязательно надевайте защитные очки. Глаза у вас одни, а фанерок много. Ух, надо мастерскую побольше. Уже маловато для наших супер идей. Так, сначала вот так пропилим, а потом там развернусь. Кстати, вот коврик себе постелил новый, такой типа мат, который удерживает порезы, там все прочее. Решил затестить, как он будет себя вести в моей мастерской. В общем, смотрите, вот чертеж. Ох, не знаю, видно или нет. Вот так вот, наверное, более наглядно. В общем, здесь две части. Верхняя палуба и нижняя палуба. То есть, по сути, они из себя будут представить вот такой вот бутербродик с зазором в 5 сантиметров. И к этому бутербродику уже будет вот так вот прикреплена юбка. Если сейчас кому-то непонятно, то все это будет понятно после того, как я начну собирать. Потому что я еще раз по ходу буду объяснять. Если вы никогда не знали, что такое судно на воздушной подушке, то для вас сразу будет немножко сложно понять его принцип действия. Вот. Продолжаю пилить. Продолжение следует... ОКНО В ЕВРОПУ! Второе отверстие готово. Итак, получается вот такой вот бутерброд. Между верхним и нижним слоем будет пеноплекс толщиной 5 сантиметров. То есть, вот здесь вот все будет закрыто. Почему верхнее отверстие больше, чем нижнее? Это сделано для того, чтобы винт у нас полностью помещался в отверстие сверху. Но часть потока воздуха будет идти вниз, а часть потока будет отсеиваться и уходить вот сюда вот в стороны, для того, чтобы надувалась юбка, которая будет по периметру нашего судна на воздушной подушке. В общем, сейчас пойду за пеноплексиком, вырежем кусочек и туда его вклеим. И соберем вот этот бутербродик между собой. Ну, кстати говоря, и ножом получается достаточно ровно, что не может не радовать. Вырезал пеноплекс. Вот здесь вот получились у меня прогальчики. Но это, в принципе, не страшно, потому что здесь сбоку, и вот здесь будут сделаны еще накладки, которые все это дело закроют. То есть, по сути, пеноплекс нужен для получения дополнительной плавучести, в случае, если мы будем ездить по воде, и вдруг у нас сдуется подушка, чтобы наше судно никуда не утонуло. Вот. И созданно он еще здесь пеноплекс для того, чтобы был ровный зазор по всей поверхности. То есть, скажем так, чтобы не городить какие-то перегородки, достаточно легкий и прочный материал. Сверху будет вклеиваться вот так вот. Ровненько. Будет вклеиваться верхняя часть. Соответственно, после того, как я все здесь проклею, все, клей высохнет, все вот эти неровности, которые здесь торчат, все это я обточу, чтобы было все аккуратно и красиво. Ну, и здесь закрою накладками. И в этих накладках, вот с этих вот сторон, вот здесь, здесь, здесь и здесь, будут сделаны окошки, через которые часть воздуха будет как раз попадать в юбку. То есть, юбка будет крепиться вот к этой части и к нижней деке. То есть, такой вот баллон. И, соответственно, туда будет попадать воздух. Сейчас все мажу клеем. Клеить буду наклеить титан. Для потолочной плитки он используется. То есть, для приклеивания, так сказать, пеноплекса, пенопластов. К любым, по сути, поверхностям. 12 часов прошло. Клей высох. Получился вот такой вот бутерброд. Вот здесь вот, как я говорил, будут накладочки, которые будут это закрывать. Соответственно, с этой стороны и с этой. И спереди. Вот. Потом, сделаем их потом, пока не нужно. А сейчас займемся установкой двигателей. Два нагнетательных двигателя. Параметры у них 750 кВ. Работают от 3С аккумулятора. Регуляторы стоят турниги по 15 ампер каждый. Они будут запараллели на сигнальные кабеля. И, соответственно, на них будет подаваться одинаковый сигнал. Они одинаково будут стартовать. И одинаково работать. То есть, по сути, они будут вешаться на третий канал на аппаратуре. Тумблером я их буду включать на максимальный оборот. Ну, почти максимальный. Немножко подтремирую, чтобы процентов 80 они выдавали. Чтобы не грелись и особо не расходовали батарею. Стоять они у нас будут в этих вот колодцах. Вот здесь вот. Регуляторы мы выведем вот сюда и вот сюда. То есть, здесь они у нас будут спрятаны. А здесь у нас в центре будет крепление под аккумулятор. Аккумулятор, к сожалению, унес. В общем, вот здесь он будет стоять. Ну, и, соответственно, сзади у нас вот тут где-то в этом районе будет стоять турбинка наша. Вот. Моторы крепить я буду на вот такой вот алюминиевый профиль. Шириной он 20 миллиметров. Толщиной 3 миллиметра. Сейчас отпилю нужные по размеру кусочки. И прикрутим их. И на них уже прикрутим сами двигатели. Все отлично работает. Потом сделаю здесь вот пропилы небольшие. И выведу вот сюда вот под бокс, так сказать, под крепление этих регуляторов. Но это уже сделаю потом, потому что еще пока не ясно, какая будет сверху надстройка и куда лучше будет закрепить. Поэтому пока торопиться не будем, пропилы пока делать не буду. Дальше. Давайте сделаем все-таки вот эти боковые накладочки. Боковины я решил резать из пластика. Это 3-х миллиметровый ПВХ-пластик. Вот такой вот. Почему из него? Потому что, во-первых, они не несут никакой нагрузки. То есть их задача закрыть. И здесь будут окошки для отсекания потока для наддува юбки. Вот. Поэтому решил из пластика. Его можно легко вырезать. Ровненько, идеально, по линеечке. Так, обе панельки готовы. Одна и вторая. Сейчас будем клеить. Клеить я буду на такой клей. Б-5000 называется. Очень классный клей. Клеить все, что только можно. И в случае чего можно отодрать. Разогрев предварительно деталь. Ну, так, скажем, не очень сильно. Но достаточно сильно разогреваете. И он становится эластичным. И можно, в принципе, отклеить. Сейчас нанесу клея. И теперь вклеиваем. В общем, оставляю все это дело сохнуть. До тех пор, пока клей не высохнет. На этом у нас сегодня все. В следующей серии мы сошьем юбочку. Приклеим ее. И, собственно, пройдем первое испытание по грузоподъемности нашего аппарата. Насколько он выдержит. И тогда уже, исходя из этих испытаний, внесем какие-то коррективы, если они будут необходимы. А сегодня все. Спасибо всем, кто смотрел. Ставьте палец вверх. И до скорой встречи. Всем пока.